С кем-то здороваться будем. Привет-привет, друзья! Меня зовут Алина, вы на канале Мосс Игра, и сегодня я расскажу о по-настоящему жуткой подборке настольных игр, от которой волосы встанут дыбом, как у Франкенштейна, а мозги закипят на радость зомби. Да, это подборка игр к Хэллоуину. Поехали! Буду постепенно накалять обстановку и не стану сразу пугать вас до смерти, поэтому начнем с жути для детишек. Три кота-день-страшилок как раз подойдет для Хэллоуина, ведь котята уже украсили дом пауками, летучими мышами и нарядились в костюмы для кошмарной вечеринки с друзьями. Здесь мы потренируем память и разовьем внимательность в кругу семьи, а также научимся распознавать и сопоставлять цвета и фигуры. Открывай и показывай всем один случайный жетон из центра стола. Отыщи героя с нужной рамочкой и цветом фона, и сообщи всем, если нашел его. Если все верно, забери жетон себе, ведь для того, чтобы победить, нужно собрать 9 жетонов на своем планшете. Говоря о монстрах и прочей жути, невозможно пройти мимо MonsterArt, ведь это веселая рисовательная игра, где нужно не только нарисовать фоторобот монстра, но и понятно объяснить, что за безобразие увидел свидетель. В этой настольной игре мы агенты по распознаванию тварей, и чтобы их поймать, важно достоверно запечатлеть образ чудища. Только вот свидетели могут быть невнимательны, да и вообще они не особо обратили внимание на детали. Времени мало, нужно быстро описывать и быстро делать зарисовки. Такие монстры даже в самых страшных кошмарах не приснятся, а их здесь довольно много. Все они разнообразные и пугающие, но не переживай, такая работа. Соревнуйся с друзьями за победные очки, которые достанутся лучшему портретисту. Это динамичная, смешная настольная игра, которая скрасит любую вечеринку. Зомби – это одни из самых популярных персонажей хорроров. По классике жанра они застают героев в самый неподходящий момент, и нам предстоит приложить усилия, чтобы спастись в настольной игре «Зомби в доме – заражение». Вертушка определит, что ждет тебя на этом ходу, а интересного там, поверь, много. Например, если встретишь зомби, с ним можно сразиться при наличии оружия. Если не повезет, тебя укусят и заразят, а если повезет, удастся сбежать. Если тебя кусали слишком часто, то ты сам становишься зомби, и игра перевернется для тебя с ног на голову. Зомби в доме – заражение прекрасно не только за счет своего стильного оформления, объемных компонентов и пластиковых фигурок, но и за счет большого количества дополнений. Например, дополнение «Зомби в доме – заражение» Ботаник добавляет не только нового играбельного персонажа, но и увеличивает пул оружия и добавляет механику с пробиванием стен. А Охотник, само собой, помимо новой фигурки, добавляет режим «Зомби-мастер», где один из игроков с самого начала может стать зомби. Эко-блогеры-ученые тоже приносят с собой новые фишки и механики для еще более кровожадных замесов. В общем, полный фарш. Проникновение жутких сущностей в наш мир не могло пройти незаметно. Люди сходят с ума, убивают окружающих. Все это похоже на невообразимое безумие, которое поглощает город. В настольной игре «Ужас Аркхема. Карточная игра» именно тебе предстоит предотвратить катастрофу. Мифы расползаются крайне быстро, но сыщики не дремлют и уже готовы дать отпор даже самым мерзким монстрам. Получай ресурсы, активируй свойства сыщиков, исследуй локации, бейся или убегай. Главное – остановить опасность, а как это сделать – решать только тебе. Сумеешь ли ты выдержать такую игру с ответственностью перед человечеством и не сойти с ума? Преимущество карточного ужаса Аркхема заключается в том, что для него не нужно искать большую компанию, ведь он поддерживает до двух человек. Эта настольная игра словно живая, ведь события настолько детальные, а иллюстрации проработанные, что в дрожь бросает от осознания происходящего. Мистическая атмосфера и сложные вызовы судьбы точно придутся по вкусу поклонникам лавкрафтовских миров. А вот обитель тьмы наверняка сумеет напугать всех, кто боится темноты и замкнутых пространств. Ты не помнишь, как оказался в этом непроглядном запутанном лабиринте, но ясно одно – найденный кусочек свечи тускло освещает дорогу на расстоянии вытянутой руки. А за углом может быть все, что угодно – безопасный отрезок лабиринта или нечто смертоносное, чего стоило бы избегать. Придется объединиться с другими игроками, которые также попали в этот лабиринт, и отыскать ключи, а также спасительные врата. Поиски ключей будут сопровождаться липким ужасом, а продолжаться они будут до тех пор, пока горит свеча, которая стремительно тает от жгучего пламени. Но тьма не прощает ошибок. Сумрак постепенно поглотит врата, и тогда твои глаза больше никогда не увидят света. 1764 год навсегда останется памятным для живодана. В настольной игре «Братство волка» один из нас станет до ужаса кровожадным убийцей, а остальные направят силы на его поимку. Будь то волк, бродяга или сам дьявол, охотникам предстоит прекратить убийство среди местных жителей. У игрока, который будет живоданским зверем, есть возможность выбрать асимметричную роль с определенными способностями, чтобы водить охотников за нос. Армия короля и крестьяне будут помогать охотникам отыскать злодея. Однако время идет, сезоны меняются, поэтому охотникам будет сложнее поймать зверя зимой и осенью, а весной и летом поиски будут проходить легче. Победить будет непросто обеим сторонам, но выяснить в пассенале провинции Лангедок ты сможешь, сыграв в жуткую атмосферную настольную игру «Братство волка». Ладно, все-таки Хэллоуин – это не только про скользкий ужас, который прилип к твоему позвоночнику, но и про веселье, примерно такое, как в настольной игре «Вечеринка Дракулы». Твари и гады всех мастей посетят самый настоящий замок Дракулы. Вот тут и начнется самое интересное, достаточно ли хороши твои дедуктивные навыки и сумеешь ли ты вычислить гостей на вечеринке. Болотная тварь, ведьма, призрак и многие другие скрываются за масками, а наводящие вопросы помогут вывести нечисть на чистую воду. Отличная вечериночная игра для любителей почувствовать себя детективами и для поклонников классических хорроров. На вечеринке Дракулы будет жутко увлекательно. Но какой Хэллоуин без паранормальщины и общения с мертвыми? В настольной игре «Паранормальный детектив» эзотерика вышла на новый уровень. Здесь один из нас не пережил убийство и по понятным причинам нем как рыба. Поэтому ему остается шатать стол, шевелить губами, водить пальцем по спине другого игрока, разбрасывать карты и творить прочие призрачи шалости, чтобы помочь детективам раскрыть свое убийство. Но победит только один детектив – тот, кто сумеет раньше остальных считать подсказки и намеки призрака. Разнообразие компонентов и по-настоящему живой, в отличие от призрака, игровой процесс смешиваются в водоворот эмоций, а паранормальный детектив сделает этот Хэллоуин по-настоящему незабываемым. Вечеринка в честь Хэллоуина – это, конечно, здорово, но рабочие будни никто не отменял. Разумеется, в подборке нужна настольная игра, которая поможет расслабиться и провести вечер весело и непринужденно. Настольная игра «Зомби-котята» как раз подходит под описание, и теперь тема зомби по-настоящему будет раскрыта. Механики те же, что и в классических взрывных котятах, только теперь после взрыва ты можешь стать зомби и даже воскрешать других зомби-котят за столом, а параллельно продолжать играть и гадить другим более или менее живым сопартийцам. Разумеется, это по-прежнему забавно и быстро, поэтому зомби-котята отлично поддерживают тематику ужасов в нашей сегодняшней подборке. Ну и напоследок популярные герои ужастиков почтут нас своим присутствием в настольной игре «Симила Страшилки», где нам предстоит вычислить загаданного персонажа при помощи дедукции. «Симила» — это очень популярная серия игр, которая обрела славу за счет увлекательного геймплея, стильного визуала, компактности и быстроты партии. Ведущий знает, кто загадан на этот раз, и будет помогать другим игрокам вычислить этого персонажа. Каждый раунд закрывай определенное количество карт, пока не останется одна, правильная. Мы проиграем, если закроем загаданную карту в процессе игры. Здесь идут в ход самые разнообразные ситуации, от цвета волос до исторических фактов. А какая настольная игра скрасит твой вечер Хэллоуина? Напиши об этом в комментариях и не забудь поставить лайк этому видео. До встречи на канале, друзья! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok